Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о седьмой главе книги «Бытия». В седьмой главе продолжается рассказ о Ноэ и Потопе. И, собственно, мы видим здесь реализацию того, о чем шла речь в предыдущей главе. Здесь повторяется повеление Господа Бога Ною взять семейство и всяческих животных. Но здесь уже немножко по-другому. Это выражено из всякого скота чистого и скота нечистого. Чистого скота возьми по семь пар, а нечистого, соответственно, по две. Также и птиц и так далее. И Господь говорит, что вот он будет изливать дождь на землю, будет потоп. Никаких, так сказать, принципов разделения на чистое и нечистое вообще не обсуждается. И эти понятия берутся неоткуда. Как уже известные и Ною с его поколениями, и автору, и читателю. Ничего нового здесь нет. Так или иначе, все люди определенным образом понимают, что значит чистые и нечистые. То есть понятие чистоты и нечистоты, вот оно здесь вводится без обсуждения. И никаких принципов развлечения, кстати, заметьте, тоже нет. И дальше автор рассказывает о том, как конкретно. Но это делает, что вот он берет жену, сыновей, жен сыновей, и входит в копчег все эти животные тоже вместе с ним. И разверзлись все источники великой бездны. Вот каким-то таким поэтическим образом рисует автор, читателю, то, как происходит этот потоп. Ну вот так они знают, что бывают такие наводнения, дождь очень долго. Автор не говорит здесь о том, что повышается температура, тают полярные арктические и антарктические льды, поднимаются уровень мирового океана на 100 метров и затопляет все живое. Ну потому что автор не знает про существование полярных льдов и вообще все подобного рода вещи. Поэтому он как знает, так он и рисует при помощи этих самых дождей. И рассказ о том, как все вошли в ковчег, заканчивается словами «И затворил Господь Бог за ними ковчег». То есть, видимо, автор или, может быть, тот, кто записывал. Этот рассказ видит и описывает картину, как все входят, 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 входят. А кто же последний упихнет, как в вагон метро оставшихся каких-нибудь слонопотамов и закроет дверь? То, что двери могут изнутри закрываться, в этот момент автор не вспомнил. Поэтому он говорит, ну вот как-то закрыли, затворил Господь Бог. Вот здесь даже не то, чтобы особый антропоморфизм, а, знаете, свидетельство того, что автор не наивный дикарь. И иногда он видит несостыковки, иногда старается их исправить, объяснить какие-то вещи. Может быть, он считает нужным объяснить то, что мы бы не считали нужным объяснить. Но все-таки тоже нужно понимать, что если он о чем-то умалчивает, то он, вероятно, это делает не без оснований. И эти умолчания не дают нам права выдумывать. И заканчивается эта глава свидетельством о том, что вот вода усиливалась, умножилась, ковчег плавал на поверхности воды, лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле. «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих». Помните, Бог говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми людьми. Вот выражение «все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше», оно к этому параллельно. Здесь подразумевается именно Бог как источник жизни, во-первых. Во-вторых, дыхание духа жизни. Вот некоторые движения, связанные с дыханием. Вдох и выдох. Кровообращение и сердцебиение. Вот то, что эта культура библейская называют душой живой, это именно здесь мы видим дыхание духа жизни. То, что вот движется в человеке и поэтому живет. Они вовсе не имеют в виду или не обязательно имеют в виду представление о душе как о привидении из мультфильма «Малыши Карлсон». Помните, где Карлсон летал, завернутый в простыню? Или как в моем детстве тоже в фильме «Привидение в замке Шпессард». Ни что-то такое бесплотное, полупрозрачное, душа эллинских философов или современных нет. То бьющееся сердце, дыхание духа жизни, то, что от Бога исходит и движется, и живет внутри человека. То есть, на самом деле, конечно, проще всего было бы сказать жизнь. Подразумевается здесь под душой живой и под дыханием духа жизни. Очень получительное выражение. Ну и заканчивается глава тем, что действительно вот всякое существо истребилось. Таким образом, мы видим, начинающийся раньше, в предыдущей шестой главе, рассказ о том, что люди предаются идолопоклонству и магии, пренебрегают той жизнью, которая идет от Духа Божьего, но и один этого не делает, а наоборот слушается Богу, но и обещан завет, а грешному человечеству проклятие зло человеческое должно быть наказано. И вот наступает потоп обещанный, и вот он наступил. И да, действительно, Бог уничтожает это самое грешное человечество. В отличие от, скажем, рассказа о Каине, где земля проклинает его, да, потому что отверзло уста принять кровь брата его. И здесь вот эта причинно-следственная связь между злом человеческим и катастрофой описывается через решение Бога, что вот люди выбирают зло, Бог решает это дело ликвидировать, выбирает одного Ноя и ликвидирует. И бедствие приходит потому, что так Бог решил. Это не единственный способ говорить о бедствии. Это, как теперь говорят, не бьется там с выражениями, что вот я наведу на народ сей пагубу плод помыслов их, или что грех имеет наказание в себе само. Это другая парадигма. Ну вот она для автора существует, он ее понимает, и он говорит об этом как о чем-то естественном. Ну и выживает из всей этой среды, в очередной раз выживает небольшая группа людей, но и с сыновьями. Спасибо. 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 Спасибо.